Саров в лидерах Нижегородской области по стоимости жилья. Цена за квадратный метр здесь одна из самых высоких в регионе, отметил Леонид Бородулин, заместитель главы города, на заседании Думского комитета. Причина для всех очевидна и понятна. Высокий спрос при почти отсутствующем предложении. В июне в Сарове утвердили новый генплан, и в нем обозначены зоны для жилой застройки. Район технопарка, северные территории и уже известные зоны 1А и 1Б. Но рядом с технопарком построят малоэтажное жилье для нужд НЦФМ и МГУ. А северные территории начнут осваивать не скоро. Единственный вариант для массовой застройки – 1А и 1Б. Количество людей, параметров определены. Сейчас мы ищем механизм, как же все-таки начать его реализовывать. Дорогу мы проложим, какие-то коммуникации проложим. Участки все, в принципе, большинство участков уже стоит на кадастровом учете. И под жилищное строительство, и для многодетных, и для социальных объектов. То есть работают тоже проявления, на кадастре половина этого района уже точно стоит. Пока все упирается в механизмы реализации участков под социальное жилье. Но есть участки под коммерческое строительство. И, по словам чиновников, начать строить на них можно буквально в ближайшие месяцы. И в скором будущем планируют объявить аукцион, чтобы определить инвесторов. Правда, пока речь идет о точечной застройке небольших участков за новой поликлиникой. Там у нас много же участков, достаточное количество, поэтому мы будем выходить, то есть начинать развивать дальше территорию за поликлиникой. То есть пусть в новую. Да? По словам Леонида Бородулина, дома за поликлиникой могут быть подключены к существующим сетям. Для дальнейшего же строительства потребуется и глобальное развитие инженерной инфраструктуры. Там есть сложности с инженерной инфраструктурой. Потому что, на самом деле, допустим, сейчас мы на начальном этапе можем приступить к реализации, допустим, участков, которые находятся на севере, высотные. Ну, здесь вот на картинке, это нижняя часть. Вот. И энергетика позволит это сделать. Но в дальнейшем, это очень острый вопрос, и там где-то в районе 1,2-1,5 миллиарда стоимость всех сетей, потому что, вернее, даже в этом расчете отсутствует стоимость реконструкции сети по улице Силкина. Реконструировать ее надо. По итогам заседания депутаты уже традиционно создали рабочую группу, в которой будут обсуждать вопросы развития жилищного строительства в городе. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.